добрый день вы смотрите открытую студию проект места города как найти и выразить свой стиль обсудим сегодня и у нас в гостях основатель имидж пространства платья или что-то еще ольга рукавишникова добрый день очень приятно очень приятно света встретиться вашей уютной студии нам приятно видеть вас у нас в гостях формат вашего имидж пространство интересен тем что можно не просто найти единичное изделие но и получить консультацию бьюти-коуча и также помощь стилиста в создании образа как пришла идея такого формата совершенно верно у нас можно получить комплексную услугу идея но наверное скорее всего то что раньше я в общем-то была очень занята и у меня была работа с 8 до 5 с 8 до 6 иногда приходилось оставаться после работы и при этом хотелось оставаться девочкой при этом хотелось выглядеть хорошо вот ну и где-то расслабиться можно сказать в руках профессионалов да которые помогут и выглядеть хорошо и в одном месте не бегая по магазинам по торговым центрам по студиям красоты и такую вещь такого формата студию я в принципе видела когда путешествовал в европе и это была такая домашняя студия по сути дела и это было очень интересно выглядело и результат конечно меня очень поразил вот и мечта была да вот что-то такое сделать именно она реализовалась она реализовалась но еще конечно у нас есть куда расти но тем не менее да идея и в этом направлении мы уже не просто лежим но уже движемся вот то есть у нас в студии в нашем имидж пространстве можно во-первых понять что ты хочешь то есть при помощи таких коучинговых инструментов докопаться до сути до своей и естественно через внешность мы транслируем то что у нас внутри у нас обычно бывает несоответствие экспертности и внешнего вида несоответствие какого-то посыла внутреннего и внешнего то есть бывает что у девушка прекрасная изнутри но внешность желает лучшего просто потому что ей некогда этим заниматься потому что она занята потому что у нее там бизнес у нее там четверо-пятеро детей ну что не редкость кстати сейчас естественно это отнимает время и иногда просто хочется отдохнуть и вот мы это переложить на плечи профессионалов скажем так вот просто насладиться моментом и выйти обновленный красивый и потом не знать проблем с своим гардеробом скажем так еще то есть такая комплексная услуга какие ошибки вы чаще всего наблюдаете у девушек которые подбирают образ самостоятельно ошибка но в том что я не скажу что это ошибка это просто наша девочка вас суть суть то есть мы очень ведемся на эмоциональном уровне то есть вот например у нас настроение сегодня там подпортили да где-нибудь ну там начальник накричал либо там может быть где-то погода какая-то не такая может быть там еще какие-то организменные изменения там токсикозы вот и хочется приятное себе сделать и каким образом это делается либо ты шоколадку ешь либо ты идешь в магазин покупаешь себе какую-нибудь вау вещь то есть вот ты заходишь а мерчендайзеры при этом не дремлют они значит продают яркое что-то красивое что-то один раз надел а второй раз уже собственно говоря бывает что я и одного раза не наденешь с этикеткой висит это в шкафу и в итоге как я люблю говорить у меня у самой тоже такое было гардероб как у филиппа киркорова надеть нечего то есть нет базы нет каких-то вещей которые снимали бы проблему ежедневного ежедневной проблемы нечего надеть вот это наверное ошибка которая всем свойственным ну многим во всяком случае и ну вот мы помогаем с этим справляться мы немного уже начали говорить о том как работает стилист расскажите об этом процессе подробнее с чего все начинается и какие рекомендации он дает ну начинается все конечно с того что задаешь вопросы что ты хочешь определяется круг жизни то есть есть мамочки в декрете есть бизнес-вумен естественно это абсолютно другой круг жизни абсолютно другие требования гардеробу вот и целая анкета на которую отвечают как правило барышни ну это не так что ты сел и пишешь просто это в виде беседы за чашечкой кофе скажем так вот и это помогает понять во первых человека ты уже видишь динамику то есть какой человек более статичный либо подвижный вот естественно выясняются жизненные обстоятельства для какой цели один образ для какой цели другой образ и в итоге по кирпичику устраивается вот этот образ ты его предлагаешь либо например если это что-то не нравится да это дорабатывается бывает что несколько вариантов сразу созревает вот и в итоге дальше уже идет разбор гардероба мы тебя включает разбор гардероба ну это помимо того что это по проредить прополоть гардероб убрать вещи которые по времени уже немножко устарели который может быть ну вот в порыве эмоции куплено что-то и это висит и не действует именно потому что иногда просто мы не можем понять как это обыграть с тем что уже есть а на самом деле эти вещи можно можно подогнать функционал под них просто ну понятно что человек если например заниматься профессионально гардеробом у него и готовых решений больше вот и соответственно совет даешь и барышни эта вещь начинает играть то есть мы проредили мы значит посмотрели чего не хватает составили шоппинг-лист если нужно и ставили капсулы из того что уже вернее составили капсул а потом уже определили шоппинг-лист то есть мы посмотрели правильно ли все формулы работают то есть например к одному низу предполагается три верха и это тогда уже снимает много проблем потому что у нас всегда портретная зона в первую очередь работает да и если например мы приходим на работу меняем брюки каждый день но не меняем верх такое ощущение что мы ходим в одном и том же вот это такой фокус который в общем-то помогает правильно простроить гардероб найти идеальные брюки и несколько верхов и плюс там еще второй слой вот ну это уже такие тонкости которые может быть не стоит вдаваться ну вот мы да мы почистили мы значит создали капсулы и мы составили шоппинг-лист разбор гардероба в принципе закончен для кого-то мы делаем фотографируем то есть например кто-то больше визуал вот таким образом перед глазами уже готовые образы на каждый день на каждый случай вот и там дальше уже творчество включается правда ли что купив всего лишь несколько элементов можно создать из них десятки образов да абсолютно правильно абсолютно правильно то есть это опять же формула которая например вот ну недаром есть у меня такая вот фраза платье чистый лист у нас очень многие не любят платье чистый лист что это обозначает ну вот например ну если так утрированно маленькое черное платье может быть не черным оно может быть синим оно может быть коричневым но это важно например базовый цвет на нем нет лишних деталей форма платья идеально подходит для многих случаев то есть для выхода театр для ресторана для делового образа то есть мы меняем только обрамление аксессуары обувь сумку и например второй слой какой-то и в итоге образы читаются абсолютно по-другому но это экономит деньги это экономит нервы и это в общем-то всегда уместно смотрится уместность уместности у нас не хватает у наших барышень потому что иногда бывает что у девочка на кулуках в короткой юбке в песочнице с ребенком и это ну ну как же ты тебе же неудобно вот то есть уместность это тоже очень важно как часто происходит смена коллекции в вашем имидж пространстве ну вот с обменом коллекции до пандемии у нас каждую неделю было новое поступление сейчас мы немножко переключились потому что понятно с поставщиками есть определенные проблемы то есть ну не скажу что проблемы ну просто это сейчас немножко другой образ жизни и другой образ жизни он диктует другие методы работы и поэтому мы сейчас больше на заказ работаем то есть если например человек ну вот у него шоппинг-лист например уже сформированный поэтому шоппинг-листу мы работаем вот но у нас всегда много интересного есть акцентные вещи базовые вещи вот базовые вещи это мы все время у нас имеется и костюмы и там водолазки то есть в зависимости от сезона все это у нас всегда бывает ремни, аксессуары то есть тоже всегда это есть крайне неприятно на одном мероприятии или даже на улице пересечься с кем-то кто идет в такой же одежде насколько штучный товар у вас представлен? ну у нас в принципе все ну про базу я не говорю потому что база она в принципе повторяется ну водолазки в зависимости от состава там блузки в зависимости от состава от кроя то есть это ну понятно их даже не будет заметно чтобы в одинаковом но если платье то у нас такое исключено потому что редко когда что-то повторяется потому что кастромане очень большой город и как бы рисковать не хочется вы помогаете в организации посиделок вечеринок и девичников расскажите что входит в эти услуги и в чем суть вашей организаторской деятельности да ну это тоже у нас как бы формат о котором мы давно думали и вот наконец мы начали реализовывать у нас прошло несколько вечеринок девичников мы предлагали одну тему другую тему третью девочки выбирали что ближе к себе что пока по сезону на данный момент то есть если день рождения то это естественно одно если это там 8 марта это другое и если это например гадание на картах второй то третье то есть тематика может быть любая мы смотрим тоже под настроение но в эту тематику мы вписываем рассказ о стиле рассказ о уходе с собой то есть красота это нить на которую мы все нанизываем все остальные бусинки то есть например вечеринка вот недавно у нас 26 декабря была вечеринка сейлормон девочки спасительницы мира вот мы хотели на самом деле предлагали изначально им вечеринку в стиле хюги но как бы все предновогодние вещи они как-то выстраиваются на спокойном на красивом на таком уютном домашнем вот но они на самом деле они просто действительно спасают мир там одна там в суде работает другая там юрист третья там еще что-то и они прилетели вначале они были в костюмах воинов потом соответственно мы им сделали маски макияж переодели отфотографировали все это свечи шампанское угощение то есть это все интересно это было под хорошую музыку фотосессия видео то есть ну вот вот такого плана и каждый раз у нас это не повторяется потому что естественно девочки все разные и одним нужно одно другим нужно другое и возраст у всех разный кто-то постарше кто-то помладше соответственно вот такой нетипичный формат нетипичный формат под каждого человека индивидуально да ну всем надоели грубо говоря вечеринки то есть уже надоело в ресторане собираться потому что иногда хочется общения и не просто общение как поговорить потому что его достаточно в принципе вот бывает после вот программы у нас там до 12 ночи эти посиделки поговорить есть когда но плюс при этом еще полезна какая-то информация то есть индивидуальный подход мы каждой девочке рассказываем например какие у нее есть особенности которые нужно учитывать ну например Лера как Валерия Шиловская которая у нас как бьюти коуч не как бьюти бьюти коуч в нашем пространстве она рассказывает об особенностях кожи об особенностях ухода об особенностях макияжа то есть это прямо экспресс-консультация получается и я как стилист тоже экспресс-консультацию по линиям по цвету то есть все это как бы делается и в итоге это очень эффектно получается потому что иногда девочки говорят что ой а я бы так ни за что не оделась я бы на это платье ни за что не посмотрела а когда одевают в итоге потом как правило приобретают понимают что это их ну это просто действительно эксперименты от них не надо никогда отказываться вот и кстати на будущее я всем говорю кто к нам придет обязательно меряйте все пусть это будет ну необычное для вас что-то но мы предлагаем именно возможность эксперимента возможность понять себя лучше через эксперименты потому что эти ошибки они из наших стен не выходят то есть это все вот обработали информацию положили на полочку и она обязательно сработает как часто становятся такие перевоплощения говорят я бы никогда так не нарядился насколько часто вы слышите эту фразу практически практически вот в процентах восьмидесяти точно потому что иногда еще там это скучно я это ни за что но когда надевает человек на себя он понимает что ему этого не хватало вот иногда бывает на этой вещи строится весь гардероб потом то есть удивительно просто на самом деле это вот это работа над нашими ошибками которые мы в принципе допускаем эмоционально вот а эмоции в итоге потом как сказать эти эмоции не должны все таки наш разум затмевать выходит насмотренность в интернете на различные образы она не помогает научиться самому примерять на себя правильный стиль я все таки знаете конечно очень хорошо насмотренность я всем рекомендую вот но у нас получается что насмотренность это хочу как у хочу как у ани хочу как у маши вот это как у оно потом не срабатывает не срабатывает потому что мы очень все индивидуально у нас всех свои особенности их обязательно нужно учитывать и эмоциональное наше состояние разное у всех и бывает что одно и то же например один тот же образ примеряют разные девочки для одной он органичен а для второй он просто противопоказан и в итоге как у превращается в как у вот то есть насмотренность это тоже такая вещь насмотренность я рекомендую смотреть показы показы ведущих домов то есть они может быть непонятные в какой-то момент потому что это понятно при это порте это от высокой моды очень далеко стоит но это помогает развиваться внутренне то есть сочетание вкусовые линии то есть это все настолько выстраивает в голове потом все то есть не с первого раза но вот насмотренность мне кажется лучше там тренировать вот потому что иногда у нас под копирку лепят образы и я как-то против это вот эти репортажи из примерочных ну это в этом есть польза тоже определенная но миру надо знать потому что все равно плохо когда все одинаковые вот скажем так это верно да вот такие интересные форматы вечеринок они проходят в вашем имидж пространстве да то есть это непосредственно в наших стенах потому что в принципе мы знаем чего ждать от света мы знаем где у нас стоит вода где можно сварить кофе а где глинтвейн где зеркало где фото зона где можно получше сфотографироваться и поймать хороший свет вот то есть наверное ну пока пока да пока так потому что мы все равно тоже оттачиваем еще это все самое необычное событие которое вас попросили организовать ой я это всем рассказываю конечно ну есть ряд клиентов которые просто не любят показываться в интернете вот но у нас была был такой случай когда барышня из командировки вернулась и к вечеру нужно было во всеоружии быть то есть она приехала с утра к нам девчонки спасайте она измотанная была у нее очень сложная была командировка то есть мы начали с массажа потом значит уход за собой маникюр педикюр в общем все от и до и потом одели и она отдохнувшая посвежевшая то есть заказали ей поесть то есть она у нас там ела и все это выходной был поэтому по вскресенью мы не работаем кстати но иногда вот получается так что закрываемся внутри там у нас происходят такие вот вещи это было очень необычно но это был интересный такой опыт в чем преимущество делегировать организацию вечеринок собственное преображение именно профессионалом нет можно конечно и самим организовать и развлечься но здесь я считаю что появляются знания которые тебе действительно передают можно сказать и этим знанием потом можно пользоваться и снимает это очень многие проблемы на будущее поэтому профессионалам я всегда доверяю то есть ну единственное что конечно надо смотреть откликается тебе работа профессионала или нет потому что мы тоже все разные одним нужно одно одним нужно сказать нет сними это немедленно и больше никогда не надевай и многие как бы вот стилисты так и работают может в этом есть определенный смысл у нас немножко по-другому мы с другой стороны доходим потому что потому что мы иногда сами не знаем ну в смысле вот мы девочки мы иногда не знаем чего мы хотим то есть на первой встрече например бывает что мы обговариваем что она хочет быть женственные такой струящийся там такой белый пушистый а в итоге совсем другое все получается то есть вот это белое пушистые оказывается совсем не нужно на самом деле ей просто нужно как сказать через ну пусть даже маску какой-то вот мужественности чтобы это вот женственность проглядывала так что я сейчас так скажу это сложно ну наверное может быть непонятно но действительно бывает так что иногда не афишированная женственность она гораздо интереснее сексуальнее чем вот эти каблуки там рюша и так далее ну это это не сказать что это плохо просто просто ну у всех по-разному это проявляется поэтому никогда не нужно бояться экспериментов потому что в процессе экспериментов проявляется именно тот стержень который у вас есть и та внутренняя красота которая у вас есть и плюс например первый эксперимент если он будет черновой то зато потом выстрелит так что все скажут вау вот ваше напутствие как найти и выразить свой стиль во-первых слушать себя во-первых во-вторых выслушать профессионалов и если есть возможность то нескольких профессионалов вот и всегда слушать то что отзывается это или нет вот а дальше получить знания на основе которых потом строится образ потому что без знаний все равно никуда не денешься знания значит относительно себя которые снимают многие проблемы то есть это дают уверенность в итоге уверенность начиная от того что ты посыл какой-то несешь в люди и уверенность в торговом центре если ты приходишь в торговый центр ты не тратишь лишнего времени ты не тратишь лишних денег и это все базируется на знаниях которые ты получаешь от стилистов а стилистов-визажистов скажем так тоже вот то есть обязательно все равно нужно обращаться к профессионалам потому что зубы мы сами себе не лечим и со стилем тоже так же просто есть люди которые этим увлекаются есть люди которые просто некогда на это тратить время вот но внешность это наше оружие внешность это наше самовыражение и при помощи внешности мы можем мир украсить вот мы можем создать настроение и вообще подарить радость людям потому что девочкам это очень важно дарить радость своим любимым детям и поэтому я всегда за то чтобы обращаться к профессионалам спасибо большое Ольга о том как найти и научиться выражать свой стиль говорили мы сегодня у нас в гостях была основатель имидж пространства платья или что-то еще Ольга Рукавишникова если вы тоже хотите найти свой стиль вы знаете куда обращаться все активные ссылки оставим в описании всего вам доброго и до новых встреч